Встали известны подробности пикета в Ижми, который собрал более ста человек. Они встали на защиту учителя, который якобы ударил ребенка учебником по голове. С места события Елена Кононова. В один миг пошатнувшаяся репутация педагога с 22-летним стажем и ее неясная дальнейшая судьба, похожих всерьез, озаботили чутких на сострадание ижимчан. На массовый пикет собрались не только коллеги опального учителя, но и жители райцентра и окрестных сел. Мы собрались выразить свое возмущение фактами, неправильно изложенными фактами обвинения. Пикетчики в один голос утверждают, произошло недоразумение, обвиняемая, педагога от Бога и бить своего ученика не могла. Она очень душевный, очень хороший человек, добрый, ответственный, трудоголик. Она замечательный педагог и мы все должны ее поддержать. Обязательно. Мы благодарны ей, вот выпускники, мы благодарны ей за то, за все то, что она в нас вложила, сколько она с нами занималась, сколько она вообще хорошего нам сделала. Такого учителя боятся потерять и родители. А все потому, что их дети, воспитанные именно этим педагогом, стабильно сдают экзамены, пишут контрольные, получают высокие баллы на конкурсах. Но не бывает такого на ровном месте, что оба учитель, проработавшие 22 года, учитель, который дает хорошие знания, учитель, которого мы ценим, родители, таким одним мановением какой-то исчез со школы и сломана была его судьба. Мы хотим, чтобы все-таки все стороны нашли взаимопонимание. Собравшиеся считают, конфликт раздули средства массовой информации. Когда вот такие шаги вы предпринимаете, надо каждому из нас, и учителю, и ученику, и родителю обдумывать каждую мелочь, что за тобой судьба всех, а не только твоя судьба, твоего ребенка. А видите, целого класса, целого коллектива школы, целой изжимы района, республики, вот это все сказывается на каждом. Впрочем, жалоба родителей пострадавшего мальчика поступила таки в прокуратуру. Уголовное дело уже возбуждено, а значит силовики разберутся, кто прав и кто виноват. Вопрос о прекращении уголовного дела, он не может решаться прокуратурой, он должен решаться органом дознания в ходе проводимого, соответственно, расследования по делу. Соответственно, если дознаватель придет к выводу о том, что в данном случае отсутствует либо событие преступления, либо состав преступления, то он, конечно же, вправе прекратить данное уголовное дело. Тем не менее, пикетчики подготовили обращение прокуратуру с требованием прекратить уголовное преследование, а также попросили администрацию района создать собственную комиссию. Итоги ее работы тоже опубликуют в прессе. Елена Кононова, Людмила Чудова, Любовь Королева, телеканал Юрган, Ижинский район.